Ребят, всем привет! С вами Сергей Черков. В этом видео хочу поделиться с вами несколькими приемами по созданию классных эффектных слайдеров в Figma. Уверен, они удивят ваших клиентов и сделают ваш проект более интересным и эффектным. Посмотрим на 4 варианта. Пойдем от более простого к более сложному и необычному. Поэтому давайте не будем затягивать. Погнали! Итак, давайте начнем с самого простого слайдера. В данном случае это вот этот вариант. Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы по клику на стрелочку у нас менялась картинка. Она как бы выезжала с края и увеличивалась под размер, который у нас находится в центре. Что нам нужно сделать? Как видите, у меня уже есть заготовка. Единственное, что нам осталось сделать, те странички, те слайды, которые будут меняться. Давайте начнем. Итак, копируем нашу центральную часть, нашу картинку. И меняем ее в размере. Например, где-нибудь примерно вот так я хочу поменять. Давайте поставим точное значение. Например, пусть это будет 200. И, собственно, я ее сюда вот сдвигаю. Вот таким вот образом. Понятно, что она должна быть у нас внутри фрейма. Сейчас у меня клип-контент включен, но вот, чтобы мы видели. И еще раз копирую. И, собственно, у нас это будет вторая картинка. Давайте сразу заменим там, что будет внутри у нас. Зайдем в One Splash и поменяем наши картинки, чтобы они как-то у нас красиво менялись. И давайте поставим какой-нибудь абстракт. Отлично. Так, теперь я ставлю одну под другую. Собственно, вот так это будет выглядеть. И сдвигаю их полностью с зажатым пробелом, друзья. Сдвигаю их вот сюда вот за край нашего фрейма. Соответственно, мы можем включить клип-контент, и мы их не видим теперь. Далее, какую фишечку нужно сделать? Нам необходимо создать rectangle и разместить его с правой стороны и слева. То есть, ну, вот таким вот образом. Единственное, я хочу сделать его, ну, пусть тоже будет ровно у нас 200 пикселей. Итак, здесь я делаю заливку белым цветом, но не просто белым, а делаю ее с линейных градиентов. Так, чтобы когда у меня выезжала моя картинка, она как бы выезжала из фейда, да, например, так вот плавно как будто это происходило. Соответственно, у нас вот эта белая история, она будет как бы прикрывать, прикрывать частично нашу картинку. Следующую, которую он будет идти, ну, мы можем увидеть, как это выглядит вот так. И нам необходимо ее разместить, собственно, над нашими картинками в слоях. То есть, мы ее чуть-чуть сдвинем вниз, чтобы она у нас не перекрывала своего рода логотип, да. И разместить ее также с правой стороны. Нажимаем Shift-H и разворачиваем ее горизонтально. Теперь мы ее прибиваем к правому краю и к верху. Соответственно, вот она у нас прибита. Окей, то есть, заготовка сделана. Потом, когда мы будем нажимать на вправо, у нас будет выезжать эта картинка и, соответственно, меняться в центре. Теперь мы копируем этот слайд, зажатым альтом. И здесь мы теперь находим нашу вторую картинку и выдвигаем ее. Видите, прямо даже здесь видно, как она из фейда такого выходит, да. Собственно, выдвигаем ее, размещаем здесь. Помним, что она 200 пикселей была по высоте. Теперь мы находим наш первый слайд и его мы сдвигаем и уменьшаем до 200 пикселей. Вот таким вот образом. И сдвигаем полностью. Вот таким вот образом мы его уводим туда в край, зажатым пробелом. Теперь мы что мы делаем дальше? Мы теперь перекрашиваем центральную вот эту часть в оранжевую. То есть, как бы у нас происходит переход и, соответственно, меняется цвет. И следующий слайд мы делаем. Копируем еще зажатым альтом. И здесь мы повторяем ту же самую историю. То есть, мы вначале... Давайте перекрасим сразу третий пункт нашего слайдера. И здесь перекрасим серенький. И теперь мы находим наш третий... Наш третий картинку. И сдвигаем ее вот таким вот образом. Сюда, на центр. И разворачиваем. Вторую мы сдвигаем влево. И тоже уменьшаем до 200 пикселей. Давайте тут поставим, чтобы было проще. Так, супер. И теперь мы по центру ее выставляем и сдвигаем. Так, теперь нам необходимо настроить непосредственно прототип. Давайте зайдем в прототип. У нас как раз Flow 1 идет. Давайте сразу же переменуем его в слайдер 1, чтобы потом было удобнее вам смотреть. И теперь выбираем нашу стрелочку. И делаем переход на второй слайд. И здесь мы делаем Smart Admit. Это очень важно. И дальше сделаем E-Zen result. И здесь делаем переход на третий. Тоже Smart Admit. E-Zen result. Очень хорошо. И потом мы делаем переход сюда на первый. Тоже E-Zen result. А здесь, соответственно, мы делаем переход сюда. И E-Zen result тоже у нас стоит. Кстати, с последнего мы можем на последнем не делать переход. Давайте мы его уберем. А сделаем ее как-то полупрозрачной. Эту кнопку, что мы не можем на нее нажать. Я думаю, так будет эффектно выглядеть. Давайте вот так вот мы ее сделаем на 80. И, соответственно, первую мы тоже давайте сделаем тоже на 80. И вот так вот. Она у нас будет как будто неактивная. Но с последнего мы делаем переход сюда влево. E-Zen result. Ну, в принципе, все вроде работает. Давайте проверим. Посмотрим, что получилось. И так, смотрим наш прототип. Нажимаем вправо. И смотрите, как круто оно выезжает. Смотрите. Оп. Вот такие вот крутые слайды можно сделать. И так, второй слайдер, который мы можем сделать, это, возможно, некая галерея. Да, фотографа, либо просто какого-то галерея продукта. Идея в том, что когда мы будем нажимать лево-право, эти карточки, они будут как-то сдвигаться, двигаться и немного проворачиваться, да, по ходу движения. Как же это сделать? На самом деле все очень просто, друзья. Давайте мы сейчас скопируем еще эти карточки, да. И это те, которые у нас будут появляться, да. Которые у нас будут появляться, когда мы нажимаем влево. Видите, они у меня выскочили сейчас из моего слайдера 2. Опять же, напомню, да, тут клип-контент у меня сейчас открыт. Здесь мы меняем картинки. Давайте тоже заменим их через Unsplash. Ну, вот так. И теперь мы должны их раздвинуть. Причем раздвинуть мы должны по-разному, например. У нас первая будет на таком расстоянии, а последняя должна быть еще на большем расстоянии, еще дальше она должна быть. Ну, например, где-нибудь вот здесь. Теперь мы поворачиваем их. Как-то вот так. Так. И теперь мы делаем копию этого фрейма. Давайте нажмем клип-контент. И вот так вот сдвинем ее сюда. Теперь, что нам нужно делать? Назад открыть наш клип-контент. И теперь нам необходимо сдвинуть эти карточки на центральную часть. Но перед этим я предлагаю вначале сдвинуть карточки, которые у нас уже были. И тут мы их тоже повернем каким-то образом. И вот так вот мы их сдвигаем. Теперь все три я сдвигаю вон лево. Давайте тут вот тоже наклон сделаем. Вот так они у меня ушли. А теперь я зажимаю клип-контент, ведь они у меня пропадают. И теперь мне необходимо вернуть вот эти карточки сюда. И повернуть их так, как мне нужно. Например, так. Нажимаем клип-контент, чтобы мне было видно. И давайте сделаем переходы. Заходим в прототип. Здесь мы создаем новую Flow. Flow 2. И называем это Slider 2. Теперь делаем переход с правой кнопочки на правый фрейм. Через Smart Inmate. Из In-Is Out. И здесь давайте поставим, например, 1000 миллисекунд. А здесь мы делаем переход на левый фрейм. И тоже 1000 миллисекунд. И Из-Ин-Is Out. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, открываем Slider 2. Смотрим. Нажимаем на стрелочку. И бум. Смотрите, как прикольно оно заезжает и проворачивается. Chicks. Очень прикольная анимация, на мой взгляд. Хорошо подойдет действительно для какого-нибудь сайта фотографа. Который можно нажать и потом перейти в раздел, например, раздел по направлению фотографии. Итак, друзья, давайте посмотрим следующий слайдер. Здесь идея в том, что когда мы нажимаем на наушник справа, который находится в стороне, он меняется в центре. И как бы так подскакивает по центру экрана. Давайте посмотрим, как это реализовано. Во-первых, обратите внимание, что я уже сделал заготовку. У меня идут две группы. Группа с превьюшками. Вот здесь, с правой стороны. То есть все три комплекта наушников у меня находятся. То есть они пронуменрованы. Вот это 1.1. Видите? Здесь потом будет 2. Соответственно, здесь тоже 2. И потом 3. 3. Важно, чтобы когда у нас был активный по центру первый наушник, то здесь у нас был второй. Соответственно, мы отключаем первый и второй. Вот таким вот образом. Теперь что мне нужно сделать? Мне необходимо вернуться в мои большие наушники, выбрать второй и третий вариант. И как бы их сдвинуть вниз немного. Допустим, вот так мы их разместим. И я убираю их полностью в ноль. Прозрачность. Я делаю их полностью прозрачными. Окей. Далее идем. Скопируем наш слайд. И теперь мы возвращаемся в нашу группу. Выбираем второй наушник. Поднимаем его. Вернее, мы сразу же ставим 100%. И поднимаем его наверх. Точно так же, где находится у нас сейчас первый наушник. Давайте мы вот так вот его сюда вернем. А первый мы, наоборот, поднимаем наверх. Или давайте, наоборот, вниз мы будем двигать. Чтобы было как бы так. Все аккуратно и красиво. Давайте мы его так сдвинем. Зажму Alt, чтобы увидеть другие ножки. И тоже его убираю полностью в ноль. Здесь же мне необходимо скрыть вторые и показать третий. Теперь еще делаем один слайд. Копируем. То же самое. Повторяем. Третий. И подниму их как раз наверх вместо вторых. Вот так. И теперь тут вставлю 100%. Вторые же сдвигаем вниз. И ставим ноль. Здесь выбираем, включаем первые. И смотрим, что у нас получилось. Но перед этим давайте мы запустим теперь прототип. Создаем новый Flow. И тут пишем. Флайдер 3. Так, выбираем наш наушник. Делаем переход на следующий слайд. Здесь у нас Easy and Out. 600. Давайте так пока оставим. И здесь делаем тоже переход. Таким вот образом. И здесь мы делаем переход на, собственно, на первый. Вот так. Теперь смотрим, что у нас получилось. Запускаем. И происходит вот такая интересная анимация. Для того, чтобы сделать ее чуть быстрее и интереснее, давайте мы вернемся в настройки. И здесь поставим Custom. И поставим примерно вот такую вот штуковину. И здесь поставим, например, 300 миллисекунд. То же самое мы делаем на следующих переходах. Custom. Делаем такую кривую. И ставим 400 миллисекунд. И здесь то же самое. 400 миллисекунд. И делаем Custom. Смотрим. Я думаю, так намного интереснее. Так, еще один вариант слайдера. Довольно сложный в реализации уже, но с довольно прикольным эффектом. Давайте посмотрим, как это реализовать. Наша задача сделать следующее, что когда мы кликаем на карточки, они будут как бы сдвигаться внутри друг друга. Ну, либо на стрелочку. Давайте будем кликать. Итак, у меня есть заготовка. Что нужно сделать? Нужно перевести все эти картинки сейчас во фреймы. Давайте мы это сделаем быстро. Теперь что нужно сделать? Главная фишка. Нужно скопировать, в данном случае, вторую картинку и вставить ее в первый фрейм. Третью, как вы уже догадались, нужно скопировать и вставить во второй. И последнюю, соответственно, мы предпоследнюю вставляем. А первую вставляем в последнюю. Далее, нам необходимо разместить их по размеру, по размеру фрейма. Вот так. И сдвинуть. Полностью за край. Нажимаем клип контент и убираем ее. Теперь тут то же самое мы делаем. По размеру фрейма. И сдвигаем в край. И нажимаем клип контент. Далее заходим в третий. Тоже делаем по размеру фрейма. И сдвигаем. Вправо и нажимаем клип контент. И последний вариант. Последняя картинка. Да, мы тоже ее уменьшаем. Сдвигаем. И нажимаем клип контент. Теперь мы копируем его. И что мы делаем? Совершенно правильно. Вы уже догадались. Мы теперь просто сдвигаем эти картинки вправо. Вот так. Теперь мы настраиваем наш прототип. Давайте создадим новый флоу. И по клику на стрелочку у нас будет переход. Давайте мы сделаем изин из аут. И 300 миллисекунд через смартный мейт. По клику на эту стрелочку будет происходить назад. Теперь давайте добавим, перед тем, как мы будем смотреть, добавим небольшую фишечку. Это мы сейчас добавим тени, чтобы как бы под картинками была красивая тень. Чтобы был больший объем. И, собственно, вот так вот мы сейчас примерно это сделаем. Добавим объема. Теперь смотрим, что у нас получается. Запускаем. Оп. Смотрите, как круто это работает. Друзья, надеюсь, видео вам понравилось. И желаю вам успехов в использовании данных слайдеров в своих проектах. Не забываем ставить лайк и подписываться на мой канал, чтобы не пропустить другие полезные и интересные видео. А с вами был Сергей Черков. До скорых встреч. Пока-пока.